Итак, я представляю нашего списка, Илья Бреседов, специалист в области интернет-журналистов, все, что касается онлайн-СМИ, он знает лучше нас, если так. Лучше некоторых. Лучше некоторых. Хорошо. Добрый день, у меня зовут Илья. Я, на самом деле, надеюсь, что если бы я после нашей встречи не торопился на самолёт, а грезил бы о Крымском море, вряд ли это как-то очень сильно повлияло бы на объём информации, которую я вам подаю, может быть, она несколько добрее была бы. Потому что я сейчас курирую сразу три проекта, естественно, по всем им какие-то аттрактивные есть проблемы с сложности, когда я сплю по четыре часа и поэтому такой слегка на взводе. Но иногда говорят, что для лекции это полезно. Два слова о себе, потому что всегда интересно понять, а кто перед тобой сидит и нужно ли его служить. Юлия абсолютно правильно сказала. Дело в том, что мой журналистский стаж сейчас насчитывает уже восемь полных лет. Хотя первая статья моя в газете была опубликована, когда мне было 15. но я считаю, что мой путь журналиста начался, соответственно, когда мне было 26 лет, а вот в 15 лет, когда была опубликована моя первая статья, начался мой путь с политтехнолога. Потому что, когда мне было 15 лет, а были как раз, это был 96 год, были выборы, значит, столкновения Ельцина и Зюганова. Я настолько на тот момент был уже идейным демократом, что я пришел в избирательный пункт, значит, в штаб Ельцина, предложил свою помощь. Тогда еще законодательство было гуманным, можно было детей эксплуатировать на выборах Ельцина. Сейчас нельзя. Сейчас нельзя не только использовать детский труд, но и детские образы, скорее всего. Это я как политтехнолог. Это я рассказываю на лекциях по политтехнологии. И я, значит, написал такой пронзительный текст, там, дорогие наши бабушки, дедушки, папы и мамы, значит, не голосуйте за Зюганова. Но поскольку он был, еще раз, насквозь такой политически ангажированный, хотя шел от сердца, вот мой стаж политтехнолога заметно больше, чем журналист. И, действительно, эти 7 лет я работаю преимущественно в сегменте интернета. Хотя у меня есть опыт работы на радио федерального уровня в качестве ведущего. У меня есть опыт выпуска бумажной газеты, но, опять-таки, это тоже с заходом в политтехнологии, потому что в 2012 году, это очень интересная история. В 1996 году, когда я маленьким мальчиком в городе Пскове, значит, своими скромными силами агитировал за Ельцина, в Столичном Граде в Москве коллектив, тогда еще подающий надежды молодой газеты «Коммерсант» выпускал проект «Не дай бог». Не знаю, слышали кто-нибудь из вас? «Не дай бог». Про «Не дай бог» не слышали? А это очень как много. Журналистам я советую хотя бы в интернете посмотреть материалы. Значит, считается, что это был самый масштабный проект черного политического пиара в истории новейшей России. Потому что, значит, вот такие коммерсантовские шакалы и волки, значит, молодые, тогда еще голодные и злобные, там, Андрей Колесников, значит, Дема Кудрявцев и так далее, Васильев, они выпускали политическую газету вот тиражом 8,5 миллионов экземпляров. Это был такой формат А2, дважды в неделю выходило. Значит, причем пафос газеты был не в том, что вы голосуете за Ельцина, а не голосуете за Зюганова. Там были фантастические коллажи, там гигантский Зюганов куском колбасы дразнил Кривопрестольную, так нависал над ней, значит, над Кремлем. Вот, там были интервью с Вероникой Кастро, которая, ну, это звезда мыльных сериалов, которая рассказывала, как она боится возвращения коммунистов. Ну, то есть, ребята развлекались, как могли, и, на самом деле, считается, что, вот, не дай бог, он сыграл, как бы, заметную роль в перемене общественных настроений, вот, от первого тура ко второму. Потому что вы помните, что в первом туре Ельцин не набрал достаточного количества голосов, а во втором туре, значит, выиграл с большим перевесом, и здесь мнения расходятся. Кто-то считает, что, вот, не дай бог, это был такой блистательный медийный проект, который, вот, действительно, смог переориентировать, что называется, настрой политически активной аудитории. Кто-то считает, что это была такая очень яркая дымовая завеса, к которой можно было оправдать классификации. Потому что, когда внезапно Ельцин победил, и все сказали, а каким образом? Он сказал, что, видите, как прекрасно фалантливая газета, не дай бог, себя показала. Как оно было, на самом деле, неизвестно, но после именно этих выборов газета «Коммерсант» пошла в рост, собственно говоря, в них стали появляться какие-то кремлевские инсайды, и, в общем-то, она стала тем, что мы их знаем. А в 2012 году, это было в 2016 году, когда я вот маленьким мальчиком там бегал, разносил газеты. А в 2012 году, накануне путинских выборов, когда было решено задействовать все возможные механизмы, какой-то светлой голове, значит, пришла идея реанимировать проект, не дай бог. Вот, правда, несколько менее масштабно, но все равно с тиражом 5,5 миллионов экземпляров, вместо 8 с выходом 1 раз в неделю, вместо 2, там, А3, а не А2. Но все равно, в тот момент, когда она выходила, это была самая большая по тиражу газета в России. Она шла вкладкой во все номера АИФ, комсомолки, разносилась по подъездам, какими-то, ну, видимо, уже не мальчиками, там, как бы, осторожками. Так вот, разумеется, коллектив коммерсанта к этому привлечь было невозможно. Собирали новую команду, и вот в 2012 году на этом проекте я был уже зам главного редактора, вот, интересно вот складывается, да, история. И, как я считаю, как я говорю, мы хранили в этот момент советскую журналистику, потому что тут больше такой многотиражки, многомиллионной, значит, А мы, причем, ориентировались на провинциальную такую советскую техническую интеллигенцию, поэтому вот мы отработали там все жанры, там были письма ученых в газету, значит, там, как бы, какие-то полемики, там, какие-то репортажи, культурная страница. Вот это тоже мне приходилось делать. Алло, слушай, я в Крыму, я тебе перенаберу часа через три, хорошо? Да, у меня лекция. Все, давай, до свидания. Ну, пока. Обнимай. Ну, извините, а, цену вы. Вот. А в интернете, значит, мне приходилось делать, знаете, очень нравится такая карикатура, не знаю, видели вы ее или нет, если не видели, очень советую найти. Значит, такая галерея, художник стоит, такой постаментик, и произведение искусства тряпочкой накрыто. Он говорит, сейчас вы увидите лучшее произведение там в истории мирового искусства. И вот этот, сдергивает тряпочку, а там черный мраморный шар. Так, человек смотрит, а что это значит? Все. Вот. Что касается интернет-журналистики, мне мне приходилось делать все. Мы запускали первое в России интернет-телевидение, россия.ру, раша.ру. Значит, я вел популярный блог, про блог я отдельно расскажу еще, наверное. Уже решил вернуться. А что я еще делал в интернете? А, создавал СМИ. Да. Вот. Как бы создавал, запускал с нуля СМИ. Ну и дальше там тоже какие-то реализовывал разного рода рекламные акции и прочее, прочее. О чем я хотел бы поговорить с вами сегодня? Речьте обо всем. На самом деле я хотел донести до вас мое виденье, как я представляю сегодня ситуацию на рынке СМИ. Потому что, ну, мне периодически приходится вот где-то бывать, чаще всего меня зовут в разные университеты и на журналистике факультета. И я там выполняю роль такого плохого полицейского. И даже вот такого, как бы, трикстера, который приходит, значит, и всем говорит гадости. А студенты на это взмущаются, значит, и активно начинают, чтобы защитить честь факультета, читать, как бы, конспекты, которые до этого подпылились у них в углу. Значит, на первой части нашей встречи я, вот, как бы, ну, надеюсь, в формате живого диалога постараюсь вам рассказать вот мое виденье, как я представляю себе ситуацию со нашими СМИ. Мы это обсудим. И дальше я вам предложу, ну, как бы, ряд занятий, которые мы сможем здесь с легкостью выполнить, тем паче, что работает интернет. Вот. Меня можно прерывать. Даже это всячески приветствуется. И двигаться мы будем, как бы, шажками, и, как бы, соответственно, на каждом шаге задерживаться и обсуждать. Я план презентации писал утром, там, притулившись на табуреточке в аэропорте, поэтому у меня, как бы, он рассредоточен, и теоретически было то там, то там смотреть. Так, вот, первый, третий, который я хочу упадать. Знаете, он, на самом деле, кажется, вполне очевидным. Не будем с красным. Он, на самом деле, кажется, как бы, с одной стороны, очевидным, но, по-моему, не все вникают в его вот такое величие и простоту. Значит, журналистика это не условно. То есть, это всегда про деньги. Или же про влияние. Я давно отучился в техническом лицее, ну, вот, силу какой буковкой, там, ну, S, да, обожаю? Скорость, да. Нет, это скорость, да? Ну, с долларом переползется. А? Ну, с долларом. С долларом. С долларом. Ну, который все равно, так или иначе, располагируется в фактор. Почему доллар? Почему не руб? Ну, а? Базин. Я вам скажу, потому что все нормальные журналисты получают заплату в доллар. То есть, я могу сказать, вот, я в курсу или в доллар? Нет. По курсу. Как в рублях. Но по курсу. Ну, в рублях. Но по курсу. То есть, вы должны мне заплатить столько, вот, знаете, я за свою жизнь, я за свою жизнь не писал ничего дешевле 100 долларов. То есть, я писал без класса. В 15 целях. Нет. Ну, короче, в 15 целях, если подумать тоже. В 15 целях, если подумать только, что я же там только заработал, вот, как я на этой компании. А, значит, ну, как бы, я писал, то есть, я писал либо без бесплатно, либо начиная от 100 долларов. И вот всегда я получал вот эти самые 100 долларов. Вот, то есть, нормальный текст, он всегда, ты знаешь, вот, как мы тут с друзьями, я еще IT занимаюсь, мы с друзьями айтишниками считали, сколько стоит компьютер. И вот выяснилось, что компьютер всегда стоит 1000 долларов. Вот, настольный компьютер, 286, 586, пентиум, вот, настольный компьютер, который отвечает оперативно на задачи, он всегда стоит 1000 долларов. Там, ноутбук полторы, как бы, суперноутбук две. Все. Дальше, вот, точно так же, нормальный текст всегда стоит 100 долларов. Итак, журналистика, это либо про ремесло, либо про сферу клиента. В этом плане, чем раньше вы начнете зарабатывать на том, что вы пишете, тем лучше. Все, совершенно неважно, что вы при этом пишете. Составляете вы объявление для местной газеты из рук в руки, да, там, о продаже, там, не знаю, там, цыпляток. Или вы, значит, составляете какую-нибудь предвыборную программу для местного кандидата, или что-то еще. Но, черт, журналистика, это то, что приносит вам какой-то доход. Все остальное, это либо графомания, либо филантропия. Почему я, например, свою карьеру журналиста, вот, считаю, вот, 8 лет назад. Когда я учился на третьем курсе института, тогда мне, соответственно, было... Ну, сколько-то мне было... Ну, это было раньше, чем раньше. Я выступил на одной научной конференции. Ко мне подошла... Ну, знака, то есть. Ко мне подошла женщина, которая представилась, ну, там, журналисткой, там, редактором независимой газеты. Тогда у независимой газеты было приложение НГ Религи. А я занимался, как сказать, религиоведением. Вот. И она предложила мне на основании вот этой моей... Моего поступления доклада сделать статью. А я ее сделал. Отослал. Она вышла. Она... Это же была такая же бумажная история. Она прям по всей стране, как бы, продавалась. Но! И они... Даже мне, как бы, деньги были готовы заплатить. Готов были для себя сотрудничества. Ну, я оказался настолько высокомерным и глупым засранцем, что из-за того, что они убрали там пару-тройку моих абзацев, значит, переписали заголовок, как мне показалось, полностью все извратили и так далее, я встал в позу. Третий курс, да, можете представить, да, это третий курсник, я, значит, печатаю, как бы, по всей стране, я так встал в позу, перестал отвечать на их звонки и письма. Вот. Опять-таки, если бы у меня, конечно, была сейчас машина времени, я бы перемелся обратно и влепил бы себе, как бы, хороших люлей, вот, как бы, и призвал бы не выпендриваться. Ну, то есть, соответственно, в тот момент я не был журналистом, понимаете, там, и не был, как бы, аналитиком, хотя бы аналитический материал существует и до сих пор присутствует в интернете. Пока это не перешло во что-то регулярное. А регулярность обуславливается только одним. Ваши усилия на поприще создания текстов, а все-таки пока, когда мы говорим о журналистике, мы говорим о текстах, кем-то востребованы и кем-то, и как-то оплачиваются. Давайте вот этот, как бы, момент для себя зафиксируем. Вот. На этом месте уже, кстати, часть преподавателей журфаков с филологическим образованием встают и выходят. Значит, гордо и крестово. Значит, второй пункт. Виды СМИ. Значит, тут тоже сейчас, приготовьтесь, сейчас будет совсем неправильный классикатор. Значит, СМИ я для себя определяю по тому, кто за них платит. То есть, отталкиваясь от инвесторов. И, соответственно, общие цели, которые инвестор ставит, ну, как бы, инициирует появление того или иного издателя. Значит, первый вид СМИ. Это информационно-развлекательное. Теперь самое интересное, что сегодня вот практически все традиционные СМИ проваливаются вот в эту группу информационно-развлекательных. Потому что если вы посмотрите, в конце выпусков федеральных новостей показывают ролики там с котиками, набравшие в интернете большое число просмотров, информационные ресурсы там вроде той же самой Медузы тоже дают в перемешку, значит, как бы, сведения о зарплате Сечина и тут же там в Америке, там, не знаю, бабушка съела внука. Да, ну вот как бы... То есть, вот это все тяготеет в одно, вот как бы, в информационно-развлекательное. Ну, почему мы об этом поговорим? Второй вид СМИ это корпоративы. Значит, ну, что это значит? Есть какая-то сила, да, это может быть масштабная бизнес-структура, это может быть властный институт какой-нибудь, это может быть крупное общественное объединение, перед которыми стоит задача как-то информацию о себе, как-то свои... Мне может надо с микрофоном стоить, нет? Нормально? Нет. Вот, значит, как-то свои, ну, как бы, идеи до мира доносить. И они заводят себе вот там, совмест. Например, опять-таки, я людям, интересующимся, ну, историей российской журналистики, а как-то корни-то свои надо знать, я рекомендую обратить внимание, есть совершенно потрясающие вот в нашей истории явления, как газета «Будок». Это газета «РЖД», но в которой, как бы, вот, начиная там с голодных 80-х, там, с полуголодных 80-х и голодных 90-х проработали вообще все звезды российской словесности. Там и Татьяна Толстая, и Дмитрий Быков. В общем, если газета «Будок» выкатит, значит, список своих авторов, он по нынешней там крутизне перешибет, там, и коммерсанты, и СНОП, и все на свете. Это был очень интересный проект, где там вот всякие взвейся-развейся, значит, колесики тук-тук, вот, как сердца, значит, как бы советских людей перемежевывалось с какими-то, вот, озарениями, значит, вполне себе художественного уровня. Но это исключение страива, конечно же. Вот, вообще, обычно корпоративные СМИ, они, как бы, вообще не прокреативны. Это вот про то, что вы обладаете навыком, там, взять и что-то расписать, да, там, что-то рассказать. Причем так, чтобы это, в первую очередь, понравилось вот тому инвестору, который вот это корпоративные СМИ создает. То есть, в информационно-развлекательном СМИ вы обязаны зацепить внимание широкой аудитории, в корпоративном СМИ вы обязаны отвечать ожиданиям и требованиям, ну, там, инвестора, зачастую имитируя вашу открытость в мире. Вот это два, как бы, основных раздела. И еще есть два дополнительных. Значит, это которые имитируют, что они информационно-развлекательные. Ну, в России, из того, что я могу вспомнить, был проект, сайт, назывался сайт, трибуна, общественные палаты. То есть, вот, была, ну, вот, есть такой орган, у нас общественная палата, и у нее был, как бы, сайт, сугубо административный, где там, вывешивали всякие расписания, там, сессии и прочее. А, понимаете, кому-то пришла в голову светлая мысль, ну, как, мы ждут орган-то общественной жизни, у нас тут новости всякие происходят, давайте, вот, мы это все будем делать. И тогда даже галумнистика появилась. То есть, оно вот, внешне было очень похоже информационный сайт. Но, по сути, было, это же мастер-оперативный. И единственный профит от этого проекта, который длился два года, заключался в том, что там туда пришла очень талантливая и умная девочка Настя Хачкурова. И она вот настолько блистательно балансировала на этих двух, как бы, половинах, что ее, в конечном итоге, купила в интернете. И, значит, и она там вот стала, как бы, тоже балансировать, объединяя, как бы, темы оперативно-политической повестки если рассказывать про рептилоиды. Но это, в общем, близко к тому, что она знала. Что сейчас с сайтом по трибуны чистофонам? Я не знаю. Ну, там, сайты партии очень любят в такое играться. То есть, вот еще раз, оно по духу корпоративное, то есть, оно не мог, но при этом очень хочется, вот, чтобы вот мы вот выглядели. Знаете, вот я когда-то пытался учить французский язык с одним хорошим преподавателем. И французский я не выучил, но будрость от него подчеркнул. И он рассказывал, что, он говорит, знаете, вот у многих людей проблемы с изучением французского языка, произношения, заключаются в том, что для того, чтобы вот выдать из себя характерный вот этот звук «уи», надо сделать губы по форме похожими на куриную попку. И вот для многих людей оказывается психологический барьер непреодолим составить губы куриной попкой, и поэтому у них не получается нормально начать говорить по французски. Вот корпоративные СМИ, которые пытаются быть информационно развлекательными, это вот как бы аналогично тем людям, которые хотят говорить по-французски, но еще арабеются. Потому что и вот по тому, как они всегда в полшага останавливаются от какого-то финального вывода или от какой-нибудь по-настоящему интересной темы, их можно быстро учить. А, и это достаточно распространенная история. Но в России еще появился как бы четвертый зверь. Это информационно-развлекательные СМИ. которые пытаются выглядеть как корпоративы. Ну, вот пример для меня сейчас газета «Известия». Роман Ашетович с одной стороны делает по-настоящему интересную газету, которая интересна сейчас той аудитории, которую мы имеем на сегодняшний день. но при этом он активно всячески делает вид, что мы не просто газета, а мы мы тут дело государево решаем. Такой же был замечательный проект в свое время партия «Справедливая Россия» вложилась в реанимацию журнала «Русская жизнь». Туда пришел Митя Альшанский в качестве главного редактора, привел с собой Олега Кашина, с которым они тогда еще дружили. Они стали делать замечательный, потрясающий, умный, тонкий журнал о России, о русской душе, и так далее. Но внутри партийным документам это проходило как агитационный сайт, который в какой-то момент нам донесет голоса. И потом когда изменилась концепция партийного пиара, им финансирование прикрыли. Притом, что сам по себе он как информационно-развлекательный вполне себе работает. Для чего это все пришел? Что, в принципе, всегда очень важно понимать, где именно для чего ты работаешь. Это во-первых. Но понимание этого приходит только при условии, если у вас за плечами большой технический опыт. что самая любимая поговорка Арама Габрилианова «Мне не нужно хорошо, мне нужно четверг». Вот журналист он не про конечную правду и не про бесконечно прекрасный штиль, а он про информационный продукт, который создается в нужное время и в нужном месте. и различать для себя что именно вы создаете в настоящий момент можно только если у вас достаточно богатый багаж заключения. Почему я говорю о том, что надо писать, писать, писать куда опыт. Та же самая Настя Хачетурова, которая сейчас на РЕН-ТВ, а до этого была общественная палата, а до этого был какой-то журнал то ли снов, то ли что-то еще, а начинала она вообще в пункте Сургуте тоже с какой-то заводской колесой. Малетираж. Так. Если говорить о том, что мы производим некий информационный продукт, то надо его создавать изначально ориентируясь на потребителя. И надо всегда с потребителем быть честным. Я вообще за сравнение с торговлей. Может, меня контузило то, что я в детстве на рынке торговался, на четкие зоны ездил затариваться, но я как-то с тех пор все перевожу. Удачно. Поэтому если вы хотите продать человеку молоко, то с позиции рекламы надо писать крупную и контрастную вывеску молоко. Не надо умничать и писать товары животного происхождения, полезные экологические правила. Не надо. Напишите молоко. Он сам все поймет. Если вы подходите к своему тексту как к некоему продукту, нужно понимать, из чего вы его производите и как он будет попадать к конечному потребителю. Здесь я предлагаю такую простую схему. Во-первых, нужно понимать, откуда вы берете изначальную информацию. Контент, который вы доносите, он откуда? Значит, и вот здесь первая реальность, в которой мы живем. За точность цифр, которые я сейчас буду писать, я не отвечаю. Это мое на глазок. Но это мое на глазок, знаете, есть такая история, физики московские любят рассказывать, как когда в коридорах института Льёвка молодой учетый какой-то кандидат подошел к Капице старшему и спросил его про опыт, который он собирался провести. И Капице говорит, да, голубчик, сделайте, опыт вам не помешает, пользуйся, какая-нибудь будет. Но, скорее всего, у вас не сойдется до полутора микрон. Я не знаю, что там должно было сойтись. «Капице» благословил, кандидат начинает готовить опыт, гробит на это 8 месяцев интенсивной работы, по госплану получает средства, обустраивает лабораторию, и дальше, как в фильме «9 дней одного года», там, что-то произошло, но произошло совсем не то, что ожидалось, а вот от того, что оно ожидалось, оно на полторы микрону не сошлось. Капице никогда бы не смог доказать, почему это кажется. Но исходя из его опыта, оно вот так видно. Поэтому примерно мне как капице, мне вот тоже так видно, что если вы создаете какие-то тексты, 80% того, что вы будете производить, это будет в основе своей, чужой, взаимоспорный контент. то есть вот эти как бы картинки из фильма про Супермена, там, где вот этот, как Супермен, вы же, в миру звали? Кларк Гейбл. Да, вот это там, Кларк Гейбл, значит, идет по какой-то улице, перед ним что-то происходит, он еще там проезжается в Супермена, значит, погружается в лучшее событие, а потом приходит, это расписывает, и вот это все как бы от первого лица, про это можно забыть. 80% вашей работы это будет нахождение, обретение чужого контента, ну, в первую очередь, в интернете, и его компиляция и перепаковка. Вот на этом месте можно было бы поставить паузу и еще почти полтора-два часа читать лекцию на тему постмодернизма, да, вот что мы живем как бы в эпоху, когда достоверное изречение уже невозможно, а достоверность проявляет себя только в цитировании. Но я отсылаю вас к великому рассказу Борхеса, Пьер Минар, Какаха, Дун Кихота, вот, перечитайте, я думаю, все правильно. Итак, 80% сейчас это будет чужиком. Даже, в принципе, если вы занимаетесь журналистскими расследованиями, даже если вы поедете там, на какой-нибудь Донбасс, значит, заглядывать в дуло, значит, пушкам, чтобы пытаться найти их серийные номера, все равно, вот, ваше, это уникальное, оно будет бриллиантом на, значит, кольце, которое вы составите из того, что было взято. Это наша реальность сегодня. И вот если вернуться к нашему первому, вот, как бы, про журналистику, да, как, значит, я, кстати, сразу себя буду править, значит, я говорил, что журналистика это ремесло и это про бабло, да, но еще тут надо поставить один большой жирный плюс. Журналистика это про технологии. Еще сегодня. То есть, именно технологии сегодня в первую очередь определяют жизнь журналиста, а вовсе не предпочтение аудитории. Можно я поправлю? Да. Что для вас прерываться? Я, как инженер, все-таки не могу смотреть ни С, а Ф, это СИЛ. Ну, вот я же говорил... Я, наверное, всем стоит поправить этот расчет. Я же... Нет? Это же правильно. Я вот изначально мне и показалось, что что-то не так. Очень правильное управление. Светлый глушь. Да. это же самое. Журналистика это про технологии. Давайте сейчас скажу страшное. Вот, поддерживаете вы присоединение Крыма к России. Не поддерживаете вы присоединение Крыма к России. вы как журналист будете востребованы в первую очередь исходя из того, каким набором современных технологий вы обладаете. Услышали, да? Ну, нет, конечно, что Крыма носит, хорошо. Да, значит, журналистика это про технологии. И давайте сразу третий пункт вот про журналиста скажу, и мы вернемся. Просто, понимаете, мы стали про бабло больше, чем наши коллеги в прошлом, потому что наши коллеги в прошлом могли быть частью то, что называлось уникальный редакционный коллектив, уникальный редакционный состав. Можно было занимать какую-то нишу и вот внутри нее спокойно писаться, писать театральные обзоры и с этого выжить. Сегодня это уже практически уходит. Сегодня все равно так или иначе все журналисты пишут несколько изданий под своими именами, под псевдонимами. И здесь надо и сама если раньше человек, потребитель информации был заложником собственно говоря собственного голода к тексту смотрите на наших родителей какой у них пиетет к печатному слову. Потому что его было не очень много. Бумага дорогая, опять-таки людей с опытом письма. Попробуй еще попади в эту газету. и так далее. У него до сих пор это остается такой внутренний восторг. У меня там звонит говорит Горбачев умер. Нет, не умер. Ну как же умер? Да нет же он. Я прочитал, вот в интернете написано умер. Горбачев папа переходил на другую сторону. Мы больше про бабло, мы больше про технологии. наконец третий пункт современный журналист он уже не может быть анонимным. сейчас я впервые обратите внимание использую красный марк который а у меня слой есть. он не очень красный то есть сегодня журналистика это такой театр того актера. Понимаете? Потому что если ваш текст интересен человеку он идет смотреть кто вы такой и нужно чтобы у него была возможность посмотреть кто вы такой нужно чтобы он мог вам написать что-то нужно чтобы вы могли имели возможность ответ его куда-нибудь далеко и грубо послать чтобы он испытал эту эмоцию сопричастности с чем-то там большим и великим а потом он будет годами за вами ходить и рассказывать что вы неправы и так далее и тому подобное то есть в данном случае фигура журналиста она вы уже не можете быть анонимными и вот мы сейчас когда будем говорить о колумнистике мы на этом внимание отчетливо заостри что зачастую сегодня имя может значить имя автора может значить больше чем событие которое написано значит это чужой контент который вы перепаковываете но ни в коем случае не думаете что это плохо повторяю какую тему брать решаете вы какие данные к ним подверстывать решаете вы как это все преподнести решаете вы то есть в данном случае цитирование открывает не меньший простор чем как бы существует даже больше простор чем авторска но лучше конечно если вы используете заимствование на контент как-то это называть и обозначать потому что бывают люди которые в нагуи тырят воровать можно только твиттер в нашей сейчас медийной культуре воровать без указания авторства можно твиттер даже если помните года два назад была такая волна рыков коробков писали в профиле да я ворую твиттер значит чтобы никого не не знал сам вот даже медуза которая только занимается перепаковкой этого контента там сразу под заголовком указывается откуда это заимствована базовая новость и это кликабельно вы можете перейти на авторскую страницу вторая часть это условно 20% условно 20% условно 20% давайте сразу тут тоже на полях пометим когда я говорю о журналистике я говорю о плановом производстве медийного контента потому что если вы копаете картошку у себя в огороде еще год назад я рассказывал и перед вами падает самолет сейчас как-то уже не получается так то есть легкости НЛО пролезть а вы копаете картошку а у вас случайно в кармане айфон с активированной камерой и у него не будет а вы картошка а еще с гоу бро с гоу про копаю картошку в каске в которой прикреплены и вы это засняли и вы это засняли и мы это называем ситуацию вы очевидец и дальше вы это видео продаете тому же латнюсу или кому то еще и там уже не важно собственно говоря ну там в каком разрешении вы это записали вы это могли как бы и на лопату записать главное чтобы видео было вот и какую в этом дадите окантовку подачи вот главное вот есть вот это некое свидетельство которое сегодня востребовано невозможно быть журналистом который ну как бы ходит по тем местам где летают инвок поэтому да ну если журналист там специально занимается каким-то расследованием у него больше шансов что-то нарыть вот на заре своей блогерской юности значит я подготовил репортаж о марше несогласных в Санкт-Петербурге за который Андрей Бабицкий объявил меня человеком недели на радио свободы там так интересно это был наверное год 2006 если не соврать 2007 2006 и в Питере там неплохо народ зажигал и была манифестация и так случилось что в общем как бы государственных СМИ там было много но им всем запретили чтобы это не было публиковать а как-то вот московских оппозиционных таких крупных еще не было кто-то в общем не доехал и там был я а я мне было интересно как бы ну мне было просто само по себе интересно мне было интересно для блога у меня тогда даже не было фотоаппарата у меня был просто только маленький диктофончик значит что я сделал но я без этого диктофончика выжил по максимуму значит во-первых я записал звуки вертолета который там висел значит над толпой потом там периодически там маршировали омоновцы там кого-то разгоняли я записал вот нескольких людей что вы видите вот на нас лучше лет где там мона я потом написал вот как бы отчет ну вот очевидцев системно что там происходило и это была потрясающая история значит там было множество разговоров о пострадавших но выяснилось никто не собрался доехать до больницы внешне а я на следующий день на следующий день значит доехал до местной городской больницы нашел пострадавших значит сфотографировал их и записал их комментарии и все это даже вообще специально никак не монтируя выложил в интернете со ссылкой скачиваем сюда на блоке то есть мой текстовый отчет там знаков полторы тысячи где-то и вот эти аудиозаписы а оказалось что это полный информационный ваку и туда во-первых понабежала кучу как бы читателей это самое это дошло до Бобицкого значит Бобицкий сделал блистательный репортаж начинался со звуков этого вертолета и потом такой сочный голос Бобицкого это жужжат вертолетные лопасти которые нависли над толпой недовольных там несогласных с политикой нынешней кремлевской власти вот они у меня записали комментарии по телефону и я так понимаю что он просто стал материал сезона но Бобицкий оказался очень сложной ситуацией потому что вроде бы с одной стороны я ему помог и дал классный контент а с другой стороны он же блин в открытом доступе лежал не платить же за него и вот чтобы как-то значит что-то компенсировать они объявили меня человеком недели на радио свободы у меня среди моих дослуг значит я есть как бы медаль от Борбинского как человек для радио свободы медаль от Чурова как эксперт по освещению выборов и благодарственное письмо от Путина значит за работу информационного пуля и вот все зависит от того с какой стороны там придут казаки я буду махать одну и ту другую бумажку ну так вот значит ну это вот я к тому что журналистика это ремесло понимаете еще если вы вспомните чем заканчивается диалог Платона пир то не помню имени кого он ведет а там Анасимандра по-моему последнее что он слышит что Сократ говорит своему собеседнику что самую хорошую комедию может написать или что то умеет написать самую хорошую трагедию поэтому вот здесь мне кажется журналист должен попробовать себя вражеском плотно и так значит свой контракт понятно тогда но тогда вы должны его все равно уметь упаковать так чтобы он в общий тренд попал чтобы он был услышан иначе если вы напишите какую-то уникальную вещь но сделаете это так что это не будет резонировать с ожиданиями аудитории придет умный Вася и перепакует это и собственно говоря съезд те важности кредита второе кстати уже третье на что нужно можно обращать внимание надо постоянно думать об этом просто постоянно соцсети и четвертое это мобильные устройства что не будет вы помните как в анекдоте да кто имеет больше шансов получить поддержку общественное признание в америке это одноногая лесбиянка да значит многодетная без образования в америке вот точно так же и здесь вот кто какой контент сегодня имеет шансы на то чтобы быть воспринятым значит это тот кто может утечь в социальные сети которые можно увидеть на мобильных устройствах который попадает в общую логику информационного а это значит что мы сегодня специфика современной журналистики в отличие от прошлой мы с этим очень остро столкнулись когда пускай говорит не дай бог что современные журналисты и это нормально они не в состоянии создать какой-то законченный ну как бы текст законченный вот по виду так что публика ну вы же видите это постоянно что публикации даже в электронных даже в крупных электронных СМИ они постоянно меняются то заголовок там изменился то там какой-то абзац переписался и это далеко не всегда обусловлено там требованиями кого-то извне вот зачастую следование неким запросам кондиционных понимаете да то есть раньше есть кусок полосы вот тебе его отдают и вот будь готов от сир до сир туда вписать меньше больше там на стадии уже как бы редакционной верстки допускалось что-то но это уже не производство здесь у нас особенно если речь идет о каком-то СМИ небольшого размера электронном или тем более вашем блоге то что вы когда вы что-то написали это не означает что ваша работа с текстом закончена вы написали вы опубликовали и вы начинаете смотреть как это выглядит как это смотрится на экране как это смотрится на мобильном устройстве на полном серьезе опубликовали ваш текст вы берете телефон и смотрите как это выглядит как заголовок ложится на размер экрана если что то теперь хватит ждать вообще если давайте небольшой шаг в сторону два таких прикладных журналистских ноу-хау могу значит первое это на полях запишите сценарий идеального мы не говорим о тексте потому что мы сейчас скажем что сегодня информационный продукт он комплексный это должен быть и первый и второй и десяток сценарий идеального медийного продукта ну сколько статья репортаж вот выгодеться а верно а может после возвращения Крым значит сценарий идеального медийного продукта был прописан еще несколько столетий назад в русской народной сказке про лесу и дрозда замечательная сказка про то как дрозд помог мокресе и она спрашивает как я могу тебя отблагодарить и дрозд отвечает накорми напари рассмеши напугай вот накорми здесь понятно имеется ввиду напари это имеется ввиду напаял аголем ну в смысле досуг рассмеши понятно но другая понятно вот чем больше факторов будет срабатывать в вашем медийном продукте тем более широкую аудиторию он будет покрывать тем более разнообразную гамму эмоций и чувств он будет у человека затрагивать понимаете да тем больше интерес он будет спровоцировать и тем больше он будет мотивировать его на то чтобы поделиться этим продуктом с кем ты еще ухватываешь и на самом деле вот если вы посмотрите на какие-нибудь скажем так эпохальные медийные продукты начиная там с фильмов там даже с великих сцен Эйзенштейна и заканчивая там какими-нибудь подборками самые великие интервью в истории вы видите что там вот оно срабатывает понимаете да то есть вот еще раз разного рода и это одна из причин вот в том числе почему у нас сейчас почти сходит на нет ну там формат обосновы дайджеста да или вот какого-нибудь оперативного репортажа или что-то еще потому что они воздействуют только на на небольшой набор а в ситуации открытого информационного рынка человек может выбрать если вы работаете на закрытой территории и вынуждены обедать в заводской столовой вы там едите то что вам дают и самое интересное едите скорее всего правильно потому что я туда заботился общением с диетологами и выяснилось что рецепт правильного питания это вот меню из советской там школы или заводской столовой с компотом и с сухофруктом ну смотря какие годы мы берем но если вы приходите на какой-нибудь ресторанный дворик какого-нибудь торгового центра да где перед вами там 40 или 60 ресторанов раскинулись и вынуждены выбирать где вам подеть то вы естественно обращаете внимание не только на контент ну то есть не только на то что вам предлагают но как к этому попробовать поэтому если кто-то вот на входе вы идете обедать а кто-то встречает вас на входе и протягивает вам беляш очень свежий но в замасленной бумаге да съешь съешь быстрее быстрее скушай 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 ты говоришь да не спокойно я подожду сейчас 10 минут дойду до ресторана зачем торопиться съедать как бы новость неупакованную если я подожду полчаса и какой-нибудь там интересный мне колумнист или блогер значит к этому еще а не в дочке какой-нибудь подверзла ну папа же позвонил программ начало взял беляш так во-первых мой папа не до конца целевая аудитория во-первых подожди так их 60% нет ну смотря где мы сейчас тоже будем поговорить потому что есть понятие региональной аудитории во-первых а во-вторых у нас в нольках это все им подавалось ну плюс тематика рождения смерти немножко особо вы не можете на этом только лишь информационный себя не построить понятно если у вас есть горячая новость про то что там умер Горбачев вы ее напишите но все равно потом люди не запомнят кто впервые сказал им что Горбачев умер ну если он действительно умрет а люди запомнят того кто им напишет какой-нибудь там колонку или подберет набор там фактов из жизни Горбачева с комментарием услышали поэтому всегда не вредно насколько то что вы делаете ложится на дрозда и какой-то я второй хотел ноу-хау сказать какой-то забыл мобильное устройство соцсети ну ладно походу задача публикации зачем мы вообще пишем ну пишем тема номер один а может кто-нибудь меня назовет пишем потому что не можем не писать ну это все все изначально трафик будет у вас трафик будут у вас деньги будут трафик первое зачем вы пишете это трафик первое на что будет смотреть там ваш редактор или ваш рекламодатель это на то какой обратный эффект есть от того что вы делаете есть даже такое словечко оно качает не качает что как там общается между собой главный редактор и какой какой-нибудь нормальный что там как там Вася ты знаешь нормальный работа ну что там скачем все правильно пишет но нет отдачи первое для чего мы сегодня значит начинаем говорить это трафик причем трафик с одной стороны он под каким-то законам получается а с другой стороны бывает спонтанно там пять лет назад я на каком-то салжинистовском сайте наткнулся на стенограмму выступления профессора Залезняка про русский язык русскую культуру а Залезняк это такой светило уровня Лихачева который вот там надгородские значит там эти грамоты первым выруковал там написал фундаментальный труд ословия полку играми но вот его на самом деле полтора минуты внутри интерната но как-то Залезнякова там что-то про Россию загнул неожиданно простым языком как-то проникновенно и плюс к тому же и звание подходящее было я это выложил у себя в бложке и на него трафик пошел просто нереально и самое интересное что этот текст теперь в онлайне воскресает у меня раз в два года раз в два года кто-то на голубом глазу перепечатывает вот эту речь залезняка и снова трафик придется прям вообще классно тему то есть да качает но понимаете проблема залезняка в чем что это вот один раз он такой выдал ты же не можешь посадить залезняка на ставку сказать давай да кусочек кусочек ну вот некоторые так и пробуют если вы посмотрите на пост-наук какой-нибудь очень хорошо развивающийся портал и робот на этом сейчас и сделку Иора Максотова я 6 лет назад на Рашюру снял как эксперта смотрел на эту тему и взял допустим сегмент да то есть тема номер один которая вот давала трафик там последние 6 лет это признаки инсульта которые 6 признаков по которым вы можете диагностировать у себя инсульта значит все их читали все их вешали себя на стену все их забывали через 20 минут и со спокойной душой через полгода снова перепечатали но это кстати был первый мой значит такой тоже вирусный эффект вот тогда еще там был молодым блогером да но сейчас уже он себя в Москве поисжил потому что за эти 7 лет наконец-то дошел до подкорок чиновников и они напечатали плакаты все признаки инсульта и развесили их по Москве вот ну есть такие вот вечные темы ну то есть на первом месте признаки инсульта ну а вот залезня где-то там на четвертом наверное тема номер два ну то есть боевичевый отчетность это то что важно для корпоративных СМИ но не только вот это если у вас региональное издание будет рассматриваться настало 8 марта у вас должен появиться материал 8 марта в городе Кукуево ну понятно что интернет не взорвет супер много трафика вам не принесет максимум там кто-нибудь будет рассматривать если у вас там будет фотоотчет будет рассматривать вот угадывать себя и своих знакомых но опять-таки вам он нужен формат отчетности опять-таки если вы работаете с какими-то госуторами а вы с ними неизбежно работаете то вот вы тоже что-то там написали в российской газете только этим и держатся у нас законы вступают в силу после того как они увлекованы они увлекаются на страницах российской газеты читают изучают трафик но это есть это хорошо это неизбежно я вас своими байками не достал нет нормально было это году в 2011 нас с Мамонтовым Владимиром Константиновичем Максим Шевченко позвал в Ингушетию на какой-то Кавказский Конгресс но Мамонтовым пригласил выступать а меня пригласил как продюсера может я там что-то говорил не помню и ну а Мамонтовым который бывший главный известий газеты он приезжал по-моему по-моему и моим ребятам надо было для репортажа подснять виды города и мы взяли с собой операторы снимают а мы с ним гуляем и такая значит благостная обстановка там ингушетие осень и домик у дороги и пожилой ингушет собирает листья кучу и сжигает дым а он советский журналист такой закалкой серьезно встал глаза так поволокой потянули она с тихим шорохом листья сгорают в костре отдавать все дым так ингушетия прощается со своим прошлым там двигаясь навстречу модернизационному будущему что-то такое я говорю Вадим Константинович мне просто страшно становится сколько вам в свое время такой херни пришлось переписать я говорю ну знаете я не так уж и много на самом деле обычно мол такое мы писали в сценариях для документальной хроники но которая шла анонимно а все-таки в газете у себя мы старались как-то более-менее человеческое делать правда говорит он у нас в газете существовало проклятие значит всякие каждый год когда редактору приносили отчет с первомайской демонстрации он начинал со словами сегодня улицы стали как будто шире вне зависимости от того давал ли значит редактор задание молодому журналисту вот как бы совершенно новому мне пишет сегодня улицы стали и он смазывает что улица значит мне это рассказывает мамонтов а вечером нам уже ехать в москов и московскую делегацию как бы ингушские хозяева начинают отправлять в аэропорт нас там было 30 человек и нас везли соответственно в кортеже из 15 машин в каждой машине по 2 человека и еще сопровождение там милиция спереди милиция сзади и внутри колонны я помню когда мы прилетели только в ингушете значит и вот нас тоже как бы рассаживают этим машинам а я еще такой молодой был очень умным себя считал подхожу к организатору бюджет слушай какие вы странные люди нас здесь 30 человек пригнали бы один автобус довезли бы до гостей зачем 15 машин то было а там такой мудрый такой же не молодой муж говорит вы понимаете в чем дело просто если с гранатомета будут расстреливать автобус то погибнут все а так просто выбьют из колонок пару машин он пошутил они били и списывают не, не, на самом деле на самом деле потому что это были неведомства понимаешь там пишет в чем то что было смешно пишет она же не очень большая а приезжает типа как-то делегация важных московских гостей и они вот просто дядо со всех родных друзей собирали машины типа представительства класса поэтому там соседствовал какой-то там новенький Порш Каен с Мерсетом С-классом Лохматого там 89-го года но там С-класса вот и обратно мы точно так же значит едем чем мы с Мерсетом сидим главная игра а там дождь спалил значит уже вечер темно а вот там значит ну это же надо же прокатить московских гостей поэтому поэтому там перед нами ГАИЦ ГАИЦ втапливает значит на как бы водитель как бы втапливает и мы просто летим по этой разделительной полосе вот дождь стянул и мы только видим так огоньками вот мелькают значит машины которые по встречке так разлетаются как светлячки в сторону вот такие как в фильме такси так давай я так поворачиваю молоку да говорю сегодня улицы стали как будто шире значит ну то есть ну не надо пренебрегать отчетностью но просто надо понимать что это неизбежная часть как бы наш гиб на жопу третье подкуп постоянной аудитории то есть как бы с первых дней работы там ну вашего СМИ или с первых дней я не призываю к тому чтобы один журналист то есть я конечно призываю за то чтобы один журналист попробовал все да но он не может постоянно работать во всех жанрах но там если вы например ведете свой блог или вот присутствует активно в социальном поле все равно так или иначе вы все эти элементы должны отрабатывать ну а если вы руководите СМИ или его создаете с нуля значит с первых дней надо жить так как если бы у вас были постоянные читатели и вот их надо чем-то баловать да это может все что угодно там гороскопы анекдоты какие-то картиночки веселые там с котиками вот что-то такое что напрочь неинтересно вам с ваших базовых информационных целей но то что опросы рассказы о том как живет редакция понимаете да вот и бывают СМИ которые вообще это ставят в угла в угла бывают СМИ сегодня которые ставят в углу а например есть один из самых стремительно развивающихся сейчас я надеюсь что я правильно написал его имя баскид сайт баскид они вообще с тестов начинали они начинали с тестов а на прошлой неделе они опубликовали огромное расследование на тему того что Минобороны ФСБ и Роскосмос в ход санкции покупают компьютерное оборудование и сервер в американской корпорации ЦИСКО с цитатами из внутренней переписки сотрудников этой корпорации они этот путь прошли за по-моему до 100,5 года через от тестов к картиночкам с котиками к репортажам с фестивалей в Рио-де-Жанейро вот как бы нарастал трафик значит нарастало финансирование и все и сейчас скорее всего они станут виновниками разбираться на уровне конгресса в американском не нельзя недооценить в Курску вот и наконец четвертый значит зачем нужно что-то писать напоминание себе бывает такое что там не ваша тема какая-то значит или не или уже все сказали то что вы могли бы сказать но как-то высказаться надо или если вы знаете что у вас есть страница в социальных сетях и на нее подписано n-ой количестве человек раз в день вы каким-то образом моргнуть должны вот вообще вот тоже из разряда неподтвержденной статистики значит сколько нужно выпускать в день материалов чтобы претендовать на информационное значение 3 лучше 4 то есть если то есть вы можете называться СМИ если по вашему интернет адресу в день появляются 3-4 материала минимум опять-таки его происхождение объем формат это уже делается так вы можете называться медийной персоной если про вас либо вы сами каким-то образом себя обозначаете 3-4 раза в день либо про вас что-то такое нельзя пренебрегать этим моментом я так почти скоро дочитаю и мы сделаем вперед источники трафика и все таки мы пишем за трафик номер 1 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 ну вот вы знаете исторически мы же здесь традиционалисты это конечно Это, кажется, костейки. Сторически. Согласен, согласен. Я могу сразу написать. Поисковики, второе — это соцсети, третье — это реклама. Реклама в скобках обмен троих. Про прямые заходы мы даже о них говорить не будем. Если вдруг вы приблизились к той реальности, когда у вас есть прямые заходы, которые оправдывают ваше существование, вообще нечего делать. Бог 786-го левела. Во-первых, здесь смотря о каком СМИ говорит. Интересно. Я сейчас реклама не открою его. Просто посмотрите. Даже у очень именитых и взрослых СМИ прямые переходы не больше 65-40%. Но это очень крутое. Но это очень крутое. Очень крутое. То есть главный трафик сегодня — это, во-первых, Яндекс.Новости. Есть постоянно новые, которые сами заходят? Нет. Девушка дорогая, если вы сватаете себя на должность главного редактора коммерсанта, или реновостей. Когда вы живете в ситуации того, что у вас есть свой трафик, вы можете торговать и так далее. Но это правда. Лучше идите получить английский язык, потому что вам придется больше времени тратить на общение с зарубежными партерами. Если мы говорим сейчас о том, что мы обсуждаем вопрос регионального присутствия, начало карьеры журналиста или раскрутки какого-то СМИ, прямые заходы на очень долгое время можно завышать. Меньше одного процента будет. В течение одного-двух лет меньше одного процента. Поэтому вы говорите об этом серьезном вопросе. Максимум, что вам придется делать, вам придется составлять свои материалы таким образом, чтобы к вам на универсальные темы заходили люди с близлежащих областей, чтобы вы могли продавать их трафик как местный. Рассказывать инвестору, как он. Люди все равно заходят на то, чтобы посмотреть Ксению Савчак в костюме зебры. Но вы вычленяете из общего потока те IP, которые приписываны вашему региону, из соседних регионов, которые можно предоставить вашему региону, потому что у вас там общий провайзер, то-се. И рассказываете местному представителю мэрии, что это, конечно, все эти люди пришли почитать про реформу местного ЖКХ. Долгое время Главным источником трафика были квесты. Я даже люблю рассказывать такую байку, она, правда, не актуальна, сейчас уже стала, для многих к сожалению. Но в 90-х годах, когда запускалась новая СМИ, то через месяц-другой на нем обязательно появлялся текст, критикующий за силе порнографии в интернете. То есть там появлялся текст, подписанный каким-нибудь обычным Пукиным. Потому что ай-яй-яй-яй, мы живем в новой реальности интернета, а в интернете очень много порнографии. Смотрите, кто угодно может найти видео с обнаженными девушками. Текст состоял из наиболее популярных забросов порно-трафика. Затем, чтобы появляться в выдаче поисковика в тот момент, когда человек ищет видео с голыми девушками, секс с азиатками, мулатками и так далее. Они все, если покопаться, ну все, вечерняя Москва, лето, вот, повали. На самом деле это прием вечный. Потому что, например, когда… Это вот история с признаками инсульта. Мы в интернете этим переборели 6 лет назад, а до московской мэрии только сейчас нашло. Вот так же и вот эти привлечения порно-трафика под видом морализаторства отгремело вообще лет 8 в интернете. А великий наш режиссер-документалист Виталий Манский выпустил свой фильм «Девственность», обличающий телепроект «Дом-2». Года 4 назад. Построенный ровно по такому же принципу. Он залез за кулисы «Дом-2», отснял там всякие признания героин, видео того, как они переодеваются в монологе девочки, которая приехала из провинции продавать свою невинность. Положил на это задумчивый голос Дмитрия Быкова, как же мы докатились до жизни такой, и выпустил в свет. И с одной стороны отчитался перед министерством культуры за защиту СКРЕ, а с другой стороны тут же его ролик, значит, для сего видео, порезали на кусочки, как бы фанаты «Дом-2» и благополучно… Сценарий, в принципе, живет. Сценарий, в принципе, живет. Может быть, даже вы придумаете, как его с новостью. Но сейчас, к сожалению, поисковики стали умнее, поэтому вам вряд ли на такое удастся. Хотя, я могу сказать, я сейчас поговорим, я сейчас веду проект по перезапуску своего блога, срабатывает что? Если какая-то новость появляется вечером, и вам за ночь удается ее грамотно перепаковать, снабдить какими-нибудь дополнительными сведениями и так далее, то есть шанс, что с утра она может попасться на глаза компиляторам, которые ищут, чтобы вставить в свои тексты. А теперь делаем 6 шагов назад. А поскольку хорошим тоном в компиляции современных СМИ считается ставить ссылку на первоисточник, есть надежда, что они вас упомянут. Но! Вряд ли большое количество читателей авторитетного СМИ пройдут по этой ссылке, но ее съедят поисковые машины, которые прибавят птиц вашему сайту, он поднимется в рейтинге, соответственно, есть шанс, что компилятор из крупного СМИ придет к вам в следующий раз уже на более банальную тему, и вот так вот, собственно говоря, подернушку мышка и собирает себе профиль. Курочки. У вас курочки не имеют. Ухватили, да? Человек, работа вспомнил. У меня такая история была сейчас с зарплатой Зичина. Роснефть опубликовали данные про зарплату Зичина. Все сделали там фу-фу-фу, ой-ой-ой. Но это было в обед, уже после обеда. Все там нормально сверстались и так далее. И СМИ это подали просто на уровне новости. Я просто тупо залез в поисковик и нашел материалы Форбса трехлетней давности, где приводились данные о зарплатах топ-менеджеров просто нефтяного сектора других компаний. Выяснилось, что оно как бы ничем в разы не уступает. Написал пост с привидением этих цитат. Со словами Зичина можно ругать, но не за это. И утром, без всякого моего участия, он попал в рассылку Рамблер новостей. Он попал в потоку Рамблер новостей. Все, мне пошел. Просто, скажите, бесплатный трафик. Соц.сети. Понятно, да? Оно должно рассказать. Тут фишка-то в чем? Когда вы создаете текст как продукт, вы тут же должны понимать. Я все увожу вас от концепции творчества и привожу к концепции мастерового. Потому что, если бы вы были швеей, которая там делает бальные платья, то вы бы просто делали бальные платья. Хотя, даже там, наверное, была бы своеобразная конкуренция, какие-то тренды, моды. Но там... У меня девушка, когда готовят на кухне, она смотрит канал TLC, и там есть шоу, в том числе про... свадебные платья, я понимаю, что там, конечно, полная анархия, значит, беспределная. А если вы решили вдруг делать кроссовки, или сапоги, то вы уже должны представлять, а как ваши сапоги будут себя вести вот в условиях дождя в городе, а как они будут в условиях жары, а как они будут в лесу, а как там... где там, не знаю, первый же гвоздь их и так далее, то есть вы сразу должны представить разные ситуации, в которых может оказаться ваша продукция. То же самое сегодня с вашим текстом. Если вы хотите, чтобы на них аукнулись поисковики, вы должны там зарядить что-то, имеющее отношение к поиску. Причем, желательно повыше, потому что человек, который компилирует, он просматривает, пробегает, ампер и полтора часа. Если вы хотите, чтобы это цепанули в соцсети, значит, у вас должен быть определенный заголовок и определенный, значит, картинка. Чтобы на этом люди появились. Ну, реклама тоже понятна. Лучше представлять, где она будет размещаться, как... и все это во имя трафика и повышения шутируемости. Ну что, дайте нам передохнуть несколько минут. Или еще полчаса поговорим. Что хотим сказать? Давайте поговорим. Лады. Лады. Вот, значит... Всякая информационная активность предполагает некоторую регулярность. Вы тоже поймите себе, это важно. Ну, то есть, Рурналист сегодня не может быть вот таким единорогом, который вышел из леса, пограцевал, значит, где-то на пригорке и скрылся обратно и непонятно, когда он снова появится. Если вы начинаете там торговать мороженым, то вы должны стоять на углу с мороженым каждый день с 10 до 8. И в дождь, и в зной, и в стужу. А с тем, чтобы люди привыкли, что вы там стоите и продаете мороженое. Точно так же. Если вы там про что-то пишете, люди должны привыкнуть, что вы про это пишете. И там уже неважно, пишете вы умно или глупо, там, развернутся или нет. Вот. Должна быть регулярность. Мне не нужно хорошо, мне нужно читать. Но дальше из... регулярность производства информации начинает предполагать и влиять на ее характер. Вот. Поэтому здесь первое. В какой-то момент надо понимать. Есть ли у вашего контента характерная узнаваемость? или нет? Или нет? А вот узнаваемость она ведет к формированию своей аудитории. А на самом деле сегодня существует огромное количество изданий, которые занимают свою мишу, какую-то, начинают регулярно работать, и они выдают контент, который людям востребован. Но стоит их каким-то причинам из этой ниши убрать и про них уже никто не вспомнит. Это место тут же займет ровно такой же, который точно так же будет регулярно давать, писать и давать. Понимаете, да? Поэтому в какой-то момент даже боевой узнаваемости сейчас страшные слова скажу, очень оправдно, боевой узнаваемости можно пожертвовать долей трафика. долей трафика не ставить вот это у меня или у кого? Значит, то есть узнаваемость плюс, да, или ноль. Соответственно, что у вас давлеет по салуде или авторский звезд? полноценного СМИ сегодня должно быть и первое, и второе. Но колумнистика будет? А почему? А потому что она отвечает тем критериям для Карлина Паэра совершенно погодить. Уголовный сектор для конкретных концев и логиков? Для парень и для всех. Парень и для всех. Нет, ну, существуют формальные интересы. Формальные интересы. Там, публикация закона, публикация отчета собрания акционеров Роснефти, публикация данных по стаб-фонду, например. И в этом может содержаться какая-нибудь революционная новость, но это все равно не перезаметит кроме горских специалистов. Пока не придет кто-то, это не перепахнет. Понимаете, да? Вот. А соответственно, вот та ну, кстати, мы, надеюсь, избавились уже там как бы от взгляда на себя как на талантливых авторов, да? Как бы на уникальных, ну, то есть, которые от себя что-то уникального могут быть. Значит, мы избавились от темы вот там творческих мук, которые быстро сейчас пришла пора расстаться даже ангельские глаза от утверждения того, что я тратно, это заиграние. От такого понятия как объективность. никакой финальной истины, последней правды в современных СМИ содержаться не может. Если не будут казаться вопросом, может ли она вообще где-то содержаться или нет, но в СМИ ее точно нет. Потому что если мы говорим о сухих фактах, во-первых, там каждый факт сегодня нуждается в 23-й проверке, и в этом плане все равно на первую роль выступает фигура проверяющего. Так московский комсомолец подставил на прошлый день, вы не представляете. Прихожу домой, надо что-то написать в бложек, как я говорю, покормишь крокодил. И на сайте московского комсомольца я читаю статью, что вдова Джона Леннона Йоко Оно призналась, что в 70-х годах имела близость с Хилари Клинтоном. Хилари Клинтон была тогда студенткой университета, жила в том же голом городе, где Йоко Оно, и казалось бы, я матерый волк, но что меня подвело? Во-первых, я прекрасно представляю себе, я знаю, что и Билл хиповал, и Хилари, я от него недалеко была, я просто видел фотографию их в молодости. Так, где Билл, значит, так же первым. А во-вторых, московский комсомолец, но Йошкин Крон, ну, как бы, все-таки это же не это самое. Я на эту тему быренько, значит, пока еще не пошла, значит, быренько пишу пост, прям такую аналитику туда присобачиваю, придумываю гениальное, на мой взгляд, название заголовок, значит, Хилари Клинтон раздвигала перед ее хаво на границе своей толерантности. Да, вот, и, значит, нет, там, как говорят, что они были прямо таки вот, все. И ко мне приходит, естественно, мой читатель из Америки, который говорит, вообще-то, а, ну, это, как бы, объясный человек, я нашел ссылку на американский сайт, где об этом написано. Он говорит, вообще-то, сайт этот, чисто гониво, как вот наш, там, POC News, то есть, там публикуют выдуманные, значит, новости. И был я на этой пресс-конференции Йоко Оно, и ничего такого она не говорила, и вот просто, ну, чем, как бы, не удалять же текст, понимаете, пришлось честно писать, простите, товарищи, вот, как бы, маху дал. Это вот вопрос о фактах. Десечения увеличились? Нет, ну, от этого нет, потому что я его, не стал заряжать, там, никакой, кровно, ничего. Ну, там, что-то, помпу холосток, ну, сейчас посмотрим, холосток, а не. Вот. Чем я же не поленился, даже вот эти фоточки из молодости, Кокозил был доволен, Билла и Красава, но не так, не так, как мы любим. То есть, Кокозил, может быть, был доволен, я не, вот. Да, вот он. вон, видите, какие они славные в молодости, вам это видно, нет? Это Билл и Хиллари. А это вот Хиллари в университете. штанишки, а это уже Джон Глендер. Вот. Поэтому, ну, факты сами по себе, вот я говорю, что нуждаются в проверке, и на первое место выступает роль проверяющего, от проверяющего до колумниста уже поздно. Вот. то есть, поэтому там объективности нет. 100%. А колумнист, понимаете, это Шехерезадов. Вот. У меня есть даже отдельная лекция на тему колумнистики, и вот как для журналистики в целом я вот продаю этот сценарий «Лиса и Дрозд на Кармина Пореза с Мишей Напугай», для колумнистики я продаю другой сценарий, это, если помните, «Внесенных ветром», значит, у Скаме Тохара была поговорка «Об этом я подумаю завтра». Вот это вот девиз, как бы колумнистики. То есть, ты пишешь там про Хилари Клинтон, Йоко Оно, значит, их близость, и то, как Хилари будет использовать это в своей грядущей предвыборной кампании. «А как же интересы консервативной части Олега?» «А об этом подумал завтра». «И завтра ты пишешь про консервативную часть Олега». «А как…» «Ну, как бы…» «Ну, как же перезадом?» «Ну, лучше вот оставлять такие подвисшие хвостики, которые заставят, значит, как на дудочку приходить к тебе снова и снова, а значит, вот мы никогда не договоримся до каких-то предельных основ». Как мне в свое время Сергей Доренко, когда вот мы с ним обсуждали, журналистов, у него тоже есть своя прибалутка, он говорит, что «Мой дед любил повторять, так-то оно так, да трошечки не так». Вот. И это хорошая интонация, хорошая как бы статьи. Любая как бы публикация, вот любое СМИ, оно должно вот как-то на полях вот все равно ощущаться, что вот так-то оно так, да трошечки не так. Потому что в тот момент, когда вот вы начинаете выступать там с позиции там «Сограждане!» «Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба» Вы убиваете себе часть аудитории. Я сейчас не говорю, что умная, глупая. Вы отсекаете часть аудитории и скатываетесь в итоге в шутку самостоятельно. Знаете, у нас был случай на Russia.ru. Мы решили запустить передачу про оружие. Правильно назвать? Которая защитная. Траматическая. Потому что тема такая. На поверхности лежит интересно. У нас нашелся в команде человек, который этим увлекается. Мы отсняли пилот, все хорошо пошло. И я пару выпусков на монтаже присутствовал. И там все поделали. Приходит серп Студин, говорит, расскажите про пистолет ОСА. У него такой-то размер может поместиться в дамскую сумочку. Четыре патрона. Ударная мощность такая. Значит, расстояние трех метров. Ну вот там бла-бла-бла. Расскажите. Пошел трафик. Проходит полгода. Сейчас смотрят, трафик падает. Надо посмотреть. А у них это все выродилось уже в такую, знаете, уже как бы полуэротическую программу для тех, кто запомнил. То есть там сидят два эксперта, они просто оргазмируют на какой-то кусок железа. Посмотрите на этот ГЛОК. Вы видите, вот мы в прошлой программе говорили про ГЛОК 784, а этот ГЛОК 786. Вы видите изгиб в стулке, как он изменился? Ну то есть вот просто сидят два мужика, как бы и сублимируют на одной волне уже. Че этот пистолет? Ну вот как бы абсолютно непонятно. А в этом плане, знаете, когда Медведев начал играться с Осколкова, я придумал анекдот. Он очень длинный, поэтому в народ не пошел. Мне кажется, это достаточно удачно. Что по итогам года работы с Осколковой, в результате исследований перспектив, стоящих перед Россией, экономических вызовов и социальной палитры нашей страны, ученые Массачусетского технологического института, при участии суперкомпьютера МГУ и разных других экспертов, пришли к двум неожиданным выводам. Вывод первый. Народ все видит. Вывод второй. Народ все понимает. Понимаете, это жестокая правда, но она работает. В тот момент, когда ты рассказываешь про пистолет ОСА с позиции того, как он может помочь девочке-студентке, возвращающейся домой из дискотеки, когда два таких же мужика сидят и начинают обсасывать какой-то кусок железа, при том, что говорят так же убедительно и с такой же твердостью в голосе, это оказывается никому нет. Поэтому все разговоры о непризнанных гениях, которые переросли в свою эпоху, это не для журналистики. В художественной литературе, в поэзии это иногда бывает, но редко. Чаще всего, если у вас кто-то не читает, вы говорите о том. Но журналистки вообще такого мы себе позвольте не можем. Я хотел про заголовку поговорить. Мы живем в ситуации парадокса. Мы живем в ситуации многих парадоксов. В том числе вот этот парадокс, который, к сожалению, не имеет однозначного решения. А может иметь только какой-то оперативный компромисс. Потому что если вы создаете статью с расчетом на соцсети, то эта ситуация прямо-таки идентична тому, как если бы ваш товар, там, йогурт-растишка попадал на прилавок в магазин. Понимаете, да? То есть человек сидит, листает свою ленту в подписке, и он видит ваш материал даже не секунду, долю секунды. И за долю доли секунды он принимает решение нажать или нет. И в этом плане ваш заголовок должен кричать. Кричать должен. Нажми меня. И он сразу должен продавать то молоко. То молоко. Свежее молоко. Самое вкусное молоко вообще. Вот молоко вообще. Первое, что мне сказал Ербинский, когда он меня сегодня удивил, то что-то превратилось в историю с фейсбукой. Это невозможно. Любимить. Не знаю, можно ли употреблять в формате записываем в лекции то слово, которое ты сидел, а в лекции забал. Ну, в общем, это было слово на букву х, и ни разу не хорошо. Правильно, потому что она привыкла, что моя страница, это вот что-то такое приватное, частное там. И вдруг со мной страница на нее что-то стал выпрыгивать с таким, в общем, глазами, нажми меня. Мне очень понравилось. Высшая школа экономики. Тут надо понимать их в торговке. Высшая школа экономики выпустила мониторинг данных региональных бюджетов за последние полгода. И в четвертом абзаце их этого отсчета было сказано, что в рамках обозначенных тенденций можно констатировать в некоторых регионах ситуацию близкого к дефолту. Что сделал я? Я-то взял, перепаковал, написал заголовок. Замкайте на дне, двоеточечный дефолт уже тут. 35 тысяч заходов. Как спутан. Половина, кстати, из V2. Поздравляю. Это вот к вопросу. То есть всякий раз меня обуревают смятением. Перед тем, я напишу какую-нибудь херню, а потом у меня палец зависает над кнопкой публикации, я думаю, а как же вербитская? Жаль или жаль? Вы и не думаете ничего. Я думаю, вербитская же не боится. Знаете, помните, как... Смотря на день выборов, если не смотрели категорически... Смотрите, там, значит, типа, у нас кандидат массажист, выборы, значит, через неделю, там, полный бардак, отказываемся, а деньги остаются. Так же и здесь вербитская стираю все к чертям. А заходы. И тут моя рука оживает и просто пою в моей воле так чпок, чпок, значит, и публикую это все. То есть оно должно сразу как бы привыкать немного. Но! Понимаете, материал, который мы забрасываем вот вовне, если человек зайдет к вам на страницу, вот тот самый благожданный адресный заход, да, а вы работаете на соцсети, он решил, что пришел в гости к шизофрению. Понимаете? Ну, потому что, вы же не можете, вот, представьте себе, вы, ваша подруга, там, стала торговать Арифлейдом. Да? Или там, или стала членом религиозного общения с летелем Богом. И вы к ней пришли чайку попить. Арифлейд, ты знаешь, у тебя такая сухая кожа, масло лое, вот, и так все время, пока вы там у нее девушка какая-то, да? Ты задумывался как и настоящее имя Бога? Зевс, да, была такая история, у меня знакомый в Питере жил философ, и вот он был философ, который подрабатывал ночным грузчиком, а потом дворником. То есть он сначала грузил, потом с утром мел, потом в день отсыпался, вечером бухал, вел философский десерт и еще он на ночную смену грузчик. Ну, нормальный такой питерский грузчик. И вот он, значит, как-то раз спит, и там настоящее дверь, значит, тревожит, тревожит, со смены, голова рассталась, открывается, и говорит, здравствуйте, вы знаете, как настоящий юбок? Зевс. Вот, то есть, то же самое, ты скажешь, что закругляться или что? Перерыв. Ну да, я думаю, что я буду. Вот, поэтому, если у вас только вот это вот, купи меня, купи меня, купи меня, заукаде вам в Англии, значит, там, Россия погибает от СПИДа, там, пятеногая собака, значит, предсказала итоги Евровидения. Вот, то нормальный вид у вас сейчас не будет. Вот никак. Поэтому хотя бы у себя на странице надо перемежевывать вот эти вот варительные табры, значит, ну вот с чем-то таким, релаксационным. А это вот как раз хорошо отвечает тем целям, которые мы перечислили, там, отчетность, там, зомбирование своей аудитории и так далее и тому подобное. Но, еще раз, все-таки, заголовки для соцсетей – это продажа. Вот это вот, замкайте на дне, до полки уже. Заголовки для сайтов, которые для внутреннего пользования. Вот раньше, когда еще жили газеты и когда газеты создавались по определенным канонам, а я являюсь сторонником того, что эти каноны нужно знать, чтобы потом как бы над ними изгаляться и их нарушать по-своему. Ну, чтобы вот вы понимали, что там не вышло. То там страница газеты вот версталась, исходя из логики, что сначала человек прочтет один заголовок, потом другой, потом лид, да, и можно было позволить себе ничего не значащих эмоциональных заголовок. То есть, там, и дольше века длится день, да, там, встреча выпускников, там, швейно-моторно, вот, на техникум, ну и так далее. Вот. Сегодня это уже невозможно. Оно возможно только в формате глумления, значит, и то, если оно отвечает все-таки стартовой информационной функции. Но это очень сложно. Это очень мало кто умеет. Вот эти коммерсанты славятся. У них в декабре был шикарный заголовок. Значит, сложилась на финансовом рынке российском ситуация, когда в условиях инстабильности финансовой банки перестали выдавать кредиты. А коммерсант выдал заголовок, ну, я так, очевидно, даже как бы вынужден двинуться перед женщинами, но они его и сделали. Банки боятся и суд. Вот. Формально он, как бы, отвечал за явление. С другой стороны, он демонстрировал блистательное знание, значит, овладение русским языком. То есть, но это сложно. Это сложно. Вчера капитально погорела летру. Вот они сейчас вот просто, вот я вылетал из Москвы, их начинали пинать. Вот сейчас, по всей видимости, там уже вот кровавой каше, значит, сапоги нашей интеллигенции там, значит, закапываются. На чем они погорели? В Америке случилось драматическое происшествие в автомобильной аварии в такси погиб физик Нобелевский лауреат, который был прообразом героя с фильма «Игры разума». Как его зовут, не помню? Нежиланчик. 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 Ну, Нежиланчик. Вот. Я вот просто, просто было видно, как у человека... А еще проблема в том, что была вечерняя новость, и как бы основные уже ушли с работы и оставили там на ленте какого-то молодого СММщика. Это просто... Нет, 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 не больше нет. Вот видно, как у человека просто рот слюной на полу. Потому что вот так много всего! Вот так много всего! И физик, значит, и Нобелевский, и прототип кино, и значит, и больной. И Америка. И Америка. Как это надо сейчас сказать? И вот они... Зачем? 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 И они выдали... Не потянули. Знаете, как бывает? Подходит спортсмен к штану? И наторвался. Они написали... «Шизофреник Нобелевский лауреат разбился в такси». Ну ладно. А что делать? В 2 часа ночи... Сейчас мы можем даже досмотреть... Они мне сказали перерыв. А вы же нажимаете. Я бы... Вы думали, сказали попали? Да. Так. Да. 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 Значит, они сделали... В итоге сейчас там висит заголовок. «Страдавший шизофренией лауреат Нобелевской премии погиб в автокатастрофе». Хотя тут все равно по смыслу не все ладится. А и начальник был. «Удостоенный Нобелевской премии шизофреник погиб в автокатастрофе». Хорошо работают парадоксы. Я, например, считаю, что лучший мой заголовок, который, к сожалению... не видел... Ало... 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 Ало. 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 Ламон, один килограмм... Все, выскочил. Любочка, спасибо большое, что позвонила первой, но я сейчас лекцию читаю в Крыму. Поэтому можно я перезвоню через пару часов? Всё, давай, обнимаю. Ага, пока. Да, извините, пожалуйста. Так вот, лучший мой заголовок, который, к сожалению, не прошёл, но с другой стороны, может быть, это хорошо, потому что если бы его опубликовали, то мне бы в политической журналистике больше нечего было бы делать. Он звучал так. Путин и фотосинтез.